Продолжение следует... Поставленные задачи. И чё? Ой, а там сегодня как только они агитировали. Вы позор, трусы. Какой пример вы подаете? Как вы будете воспитывать своих детей? Как вы будете смотреть в глаза своим родителям, матерям? Дайте адреса, и мы им расскажем, какие вы есть на самом деле. А что это было делать? Ну, я говорю, фаршем быть я не хочу. А что тебе за это будет? Не знаю, а. Да никому ничего не будет, угомонись. А что она была делать? Обещают. Да ничего, мам, ничего. Сидеть, смотреть, как по нам лупят, а мы в ответ ничего не можем делать, потому что они рняк. И чё? Говорят, и судить будут, и что только там с нами не будут делать. Да мне похуй, блядь, потому что уже тебя обсудят, блядь. Ты главное будешь живой, блядь. Я тебе прекрасно буду смотреть в глаза, блядь. Мне нужен живой сын. Он говорит, как вы будете воспитывать своих детей? Я говорю, ну, как минимум, говорю, живой. Это не говоря уже за военных людей. Кто кого вспоминает? На 9 мая, говорю, за ветерана у нас люди нажираются, как свиньи. Говорю, это так память чтят? И они ничего не ответили. Я говорю, про наш полк, говорю, слагают легенды о том, что смертный полк. Говорю, потому что по количествам потерь он всех превзошел. И мы теперь тут на охране командного пункта. В общем, никого нет. Нас от силы из, наверное, человек 150, и такие, как я, человек 130, как не больше. Мне всё равно, пусть они чухают, хотя говорят, ну, пусть ты будешь даже осуждён, им не похуй. А кто нас осудит? У нас в стране какое-то положение ввели или что? Ну, нет, конечно. Ну и всё, какой суд? В стране-то положение никакого нет. Да максимум грозит увольнением. Такая вот канитель. Они батюшку привезли, чтобы нас тут агитировать. Ой, тут, мам, целая делегация приехала. Говорит, почему не хочешь? Я говорю, как почему? У меня нет сил больше. Говорю, ни физических, ни моральных. Он говорит, ну, давайте ему дадим неделю восстановиться. Я говорю, что? Говорю, где восстановиться? Говорю, чем это отличается от того? Говорю, я дома здесь, что ли, или как? Или, говорю, у меня тут какие-то привилегии есть. Там, пойти погулять, как-то расслабиться, отдохнуть. Он говорит, вас будут судить. Я говорю, пускай судят, зато я буду дома. Правильно, пошли не нахуй. Вообще ты скажи, блядь, я единственный мужчина остался в семье. Да, он говорит, этот тип, говорит, отец, я говорю, нет, отца как-нибудь, я говорю, ну, в 2020 году умер. Говорю, кто моей матери поможет, говорю, ты? Ну, полковник, когда, ну, не ты, говорю, вы? Или, может быть, вы на батюшку? Говорю, никто не поможет, говорю, меня забудет в эту же минуту, если, не дай бог, я погибну. Как меня отсюда отправят? Тьфу-тьфу-тьфу, конечно. Он говорит, никто никого никогда не забывает, всех все помнят, родина всех помнит. Да мне поку на ихнюю память. Я говорю, я у него спрашиваю, говорю, мы вообще ради чего здесь? Ну, ради чего? За родину, я говорю, за что? Говорю, за родину воевали наши деды. Говорю, а мы, непонятно, а мы, говорю, здесь непонятно для чего. Ради чего все это, говорю. Я лично не знаю ни Телли, ни перспективы какие. Я говорю, ни один такой, говорю, никто здесь ничего не знает, кроме, говорю, вас. А вы, соответственно, нам ничего не рассказывайте, не доводите. Ну, и все, они сказали, что мы позорим полк. Ну, если какой-то, ну, мы спокойно, плюя, плюнув им под ноги ушли. Понимаешь, у каждого автомат, у каждого боеприпаса. Так что, женок, я тебе не осуждаю, я тебе еще не осужду. Даже если меня кто-то будет осуждать, я мнение твоего не изменю. Этот героизм нахуй никому не нужен. Я тебе говорю, не героизм, у нас никто никому не может. Да, все правильно. Мне нужен живот, я хочу тебя видеть дома. Я хочу еще твоих детей поднять, еще твоих внуков и все остальное. Я бы самих хотел. У меня один мужчина остался, блин.